В последние годы телевидение достигло больших успехов, охватив почти все население земного шара. Беларусь не стоит в стороне от прогресса, расширяя возможности доставки программ по эфирным, кабельным и спутниковым телевизионным каналам. В последние годы очевидна тенденция активного развития цифрового вещания, открывающего для пользователей совершенно новые возможности обычного телевизора. И результаты его эксплуатации подтверждают тот факт, что подобный сигнал имеет много преимуществ. Главный из них – высокое качество изображения и звучания, а также транслирование на одном канале сразу нескольких программ. Желать качества надо лучше. Я вот это смотрел, у меня такое все заплывает, все рюбит. Ну, может, со временем настроиться, все будет лучше. А вообще, конечно, качество хорошее. Лучше, во-первых, телевизор показывает, намного кадры светнее изображаются. Что еще вам сказать? Хорошо. У нас цифровой телевизор, у нас уже давно, несколько лет, поэтому, в принципе, нам хорошо, что уже есть цифровой, она лучше показывает, чем аналоговая. Полный переход белорусского телевидения на цифровое вещание осуществится до 1 января 2015 года. Чтобы принять у себя новый цифровой формат, достаточно будет лишь купить к телевизору специальную приставку. Продуманные белорусские производители уже способны предложить пользователю самую широкую модельную линейку телевизоров и приставок, способных удовлетворить как самых требовательных, так и самых экономных покупателей. Так, республиканское унитарное предприятие «Белтелеком» предлагает интерактивное телевидение зала, которое уже завоевало большое количество зрителей. Мы предлагаем всем нашим клиентам обратить внимание на возможность подключения услуг зала, и проводной зала, и эфирной. Проводная услуга цифрового телевидения зала доступна всем, у кого есть телефон дома. Эфирная зала может быть предоставлена тем абонентам, которые принимают сейчас телесигнал на комнатную или наружную антенну. Это прежде всего дачники, это жители сельской местности, то есть те, у кого либо нет телефона в доме, либо он находится далеко от наших узлов передачи данных. Тем не менее, среди пожилых людей созрело множество вопросов относительно замены старых телевизоров и покупки нового специального оборудования или той же зала. Пенсионерам тяжело покупать этот тюнер, потому что он дорогостоящий, туда еще нужно кабель покупать. Поэтому, если бы наши центральные антенны каким-то образом перешли на это, тоже поменяли свои оборудования, было бы, конечно, замечательно. Потому что подключать им, например, залу или кабельное, которое платить ежемесячно 40 тысяч, это тоже пенсионерам. Пенсионерам, да им не нужно столько каналов. Смотря сколько пенсионер зарабатывает, так сказать, подработка еще дополнительная. Если он и пенсия у него, и дополнительно еще какой-то у него заработок, значит да, а так очень сложно. Я не устанавливала, потому что у меня жидко-кристаллический телевизор, и там как бы все у меня есть. Мне нравится, потому что, ну как вам сказать, лучше видно, как-то ярче. Ну вот в таком плане, что для просмотра как бы хорошо. Телевидение находится на пути постоянного развития и внедрения новых технологий. Цифровой сигнал на сегодняшний день способен достигать самых отдаленных уголков нашей страны. Появление цифрового обещания – еще один шаг к более качественному телевизионному продукту, который предоставляют наши провайдеры.